Девушки отдыхают Сегодня мы постараемся запечь прямо на гриле в фольге 4 вот таких вот здоровенных яблока, начинив их медом. И посмотрим, что из этого получится. Я, честно вам скажу, не люблю десерты. Ну, в смысле, я люблю десерты, я люблю поесть мясца, а потом с чайком навернуть эклер, или буше, или медовик, или еще что-нибудь. Но делать десерты самому, вот это вот замешивание кремов, вот это вот там, чтобы твое тирамису, чтобы все эти суфлешечки, короче, взошли, вообще не моя тема, серьезно не моя тема. Но вот этот десерт яблочный, он выглядит достаточно простым. То есть просто яблоко, нам просто нужно, чтобы оно стало мягким и вкусным, и его можно было ложечкой выесть. Окей, у нас есть 4 вот таких вот здоровенных яблока. Почему здоровенных? Потому что нам нужно будет внутрь начинить их всяким. Наверное, можно их начинить шоколадом, может быть, каким-нибудь муссом, может, еще чем-нибудь, но я предпочту мед. Вот. Если у вас мед засахарившийся, поставьте его в духовку, или в печку, или на гриль, для того, чтобы он вот так вот растопился. Ну, здесь слишком много меда, но много не мало, как говорится. Теперь наша задача вырезать у яблока самую сердцевину, потому что там семечки, потому что там пленки, потому что там всякая фигня, которая нам не нужна. Берем какой-нибудь узкий нож, вот такой узкий, и делаем вот так. Вот так. Вынимайся! Вот так. Отлично. Потом делаем вот так. Есть на самом деле такие специальные круглые штуковины, которые мгновенно вырезают целую сердцевину у яблока. Вот. Вот так. Так, теперь наша задача вот эту вот штуку куда-нибудь выбить. Ну вот, мы берем просто нож и как бы ворочаем, вырезая кусками из яблока сердцевину. Потом можно использовать чайную ложку и немножко выскрести. Получаются у нас вот такие вот штуки. Главное, что с другой стороны, видите, они, с другой стороны они герметичные. Вот тут я чуть-чуть прорезал, но это ничего. Теперь смотрите, что делаем. Берем и в каждое яблоко кладем вот такой вот кусочек масла. У нас будут сливочные яблоки. Вот так проминаем его туда. Внутрь. Это яблоко большое. Вот так вот. Само собой, когда все это дело будет на гриле коптиться и тушиться, все это будет плавиться и пропитывать яблоко изнутри. Теперь немножечко корицы. Вот так вот щепоточку сюда. Щепоточку сюда. Масло будет кипеть и разбавит эту корицу. Ну и ключевой момент. Это мед. Вот так вот. Просто наполняем, наполняем наши яблоки медом. Чуть-чуть мимо. Небольшая беда. Вот так. Как только мы увидим, что меда стало меньше, это значит, что оно растворилось в яблоке. Чтобы ничего не вытекало, не горело и не горчило потом, просто каждое яблоко берем и делаем ему вот такую вот шубу. Ну а сверху мы будем видеть и сможем все время протестировать, потыкать его, насколько оно мягкое. Получается примерно вот такой вот красавчик. Ставим в уже разогретый гриль. Либо на самом деле в обычную духовку, само собой. Ставим не прямо над углями, а немножечко вот так сбоку, для того, чтобы они не начинали гореть. И отверстие для выхода воздуха должно быть на противоположной стороне. То есть воздух должен овивать наши яблочки и выходить через крышку. Когда они будут готовы, на самом деле, когда вы вот так ложечкой сможете кусок яблочка зачерпнуть, сливочно-коричные, значит, они уже готовы. Вот отверстие прямо над яблочками у нас будет. Прикроем. Пускай потомятся где-нибудь минуток 20. И вот прошло где-то 25 минут. Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Температура у нас была около 230-240 градусов. Но фольга не дает яблокам сгореть, поэтому я надеюсь, что они целиком пропитались. Так, и у нас получаются вот такие вот красавчики. Уровень масла и меда очень сильно упал. Ну, здесь, судя по всему, было какое-то отверстие внизу. Вот, они съежились, и яблоко стало мягким. Ладно. Давайте переложим. Суко, горячо, блин. Давайте попробуем кусочек. Вот все яблоко, оно вынимается просто, просто как масло. Просто как масло. То есть ты берешь вот так кусочек яблока пропитанного, и вот так. Оба. И вот так. И вот так вынимаешь его из кожурки. С маслицем, с корицей, со всеми делами. Конечно, здесь можно было бы еще применить тесто, но это в следующий раз, когда я буду не такой ленивый. Ну и потестим. Вы знаете, я не особый фанат сладкого. Это самый максимально естественный десерт, который может быть. Здесь нет красителей, эмульгаторов, никакого маскрапона, ничего. Это кисленькое яблочко, мед и корица. И при этом сливочное маслице, само собой, все это пропитывается настолько, что вообще изнутри кожуры, вообще изнутри кожуры, само яблоко, оно становится просто, я не знаю, как тесто такое, как крем. Ты можешь его просто вот так вот вынимать, как десерт. Я даже не знаю, можно ли это назвать рецептом. Это просто офигительно вкусно. У вас есть там на даче яблоки, они выросли, вы так выскребли, ложку меда фиганули, сливочного масла фиганули и присыпали корицей, которая стоит там 3 рубля в каждом диксе, окей, карусели и где угодно. И потом хоть в духовку, хоть в печку, хоть на гриль. Это я грилями выеживаюсь. На самом деле это в любой духовке прекрасно прокатывает. Конечно, потом можно украсить свежими ягодками, можно вот так чуть-чуть присыпать какой-нибудь, я не знаю, сахарной пудрой. Ну, по-моему, и так просто офигенно. С вами был славный дружинобломов, кушайте много, кушайте вкусно. Не фанат я особо десертов, но это стоит того, в том плане, что по времени приготовления к самому рецепту, я не знаю, серый сколько, 4 минуты. 2-4 минуты, ты, короче, выскрип, нафигачил все туда вот так, короче, и закрыл крышкой. Если это делать в духовке, это вообще 30 секунд на каждое яблоко. А при этом получается очень достойно. Ну, если рецепт понравился, ставьте пальцы вверх. Если не понравился, ставьте пальцы вниз. Подписка, отписка, все дела. Всем пока. Если бы я был, короче, нормальным блогером, я бы сказал еще, подписывайтесь на мой Facebook, Instagram, что еще может быть? Ватсап, Перископ, не знаю, какие еще соцсети? Одноклассники. Одноклассники? Кто-то еще сидит в них, в одноклассниках? Вайбер. Ватсап. Вайбер, ладно, ватсап. Ладно, короче, всем пока. Нигде ничего не подписывайтесь, забейте болт, готовьте яблоки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok